всем привет в любой хорошо исследованной сфере не обойтись без подражания тем у кого уже все хорошо получается поэтому нечего удивляться увидев в облике винга blackfish некоторые хорошо знакомые черты шведов fractal design define s но на самом деле различий предостаточно и ряд из них именно в пользу тестируемого устройства о чем именно пойдет речь что же ставьте лайки и услаживайтесь поудобнее сейчас мы все расскажем и покажем для фиксации корпуса внутри коробки используются пенопластовые блоки ручки для переноса также на своем месте комплектные винты и шайбы и стойки дополнены стяжками динамиком и заглушками для интерфейсов последние здесь будут весьма кстати хотя передняя панель винга blackfish отдаленно напоминает шлифованный металл однако это всего лишь стилизированный пластик легкую асимметрию привносит линия справа и выемка позволяющий открыть магнитную дверцу с обратной стороны имеем шумопоглощающий материал а прикрывает она целых два отсека для 5 25 дюймовых устройств и столько же для вертушек для чистки фронтального фильтра достаточно открытия дверцы и нажатия на язычок ползунок справа имеет три позиции на высокая и низкая скорость вертушек а также их полное отключение захватывается прохладный воздух через отверстия с мелкой металлической сеточкой рядом приютилась симпатичная полоска синим свечением которую при желании можно отключить одним нажатием кнопки интерфейс расположились на верхней грани передней панели привычный набор из четырех портов юсби аудио разъемов кнопок и индикатора накопителя дополнен картридером формата sd и micro sd впрочем даже если у тебя самая скоростная карта памяти здесь ее потенциал будет ограничен пропускной способностью разъема юсби 2.0 широкий корпус позволяет установить тыльную вертушку диаметром до 140 миллиметров но на практике здесь уже предустановлен 120 миллиметровый вентилятор с подшипником скольжения кстати не без черно-белого намека на fractal design имеем характерные для full tower корпуса 8 слотов расширения с перфорированными многоразовыми заглушками справа и слева от них предусмотрены вырезы побольше в том числе и для пространства за поддоном а в самом низу совершенно верно уже привычное место для блока питания из примечательного на дне только съемный пылевой фильтр шириной 110 миллиметров то есть источник с более габаритной вертушкой сможет захватывать воздух не по всей полезной площади от покупки решений длиной свыше 160 миллиметров мы и вовсе советуем воздержаться разве что вы захотите досверливать перфорацию собственноручно 20 миллиметровых ножек должно хватить для захвата прохладного воздуха резинки для сохранения поверхности на которой будет размещен системник также в наличии внимательные зрители уже наверняка заметили что место для радиатора свого вверху корпуса нет да и сама верхняя панель выполнена из сплошного стального листа без каких-либо посадочных мест и перфораций жесткость винга blackfish однозначно заслуживает похвалы ощущается использование грубой стали шасси и поддоны прочие внутренние компоненты изготовлены из листов толщиной свыше одного миллиметра и лишь боковины довольствуются значением в 0,77 миллиметра что впрочем также является неплохим показателем обе боковые стенки выполнены из сплошных листов без какой-либо перфорации да здесь акцент явно делается на шумоизоляцию о чем говорит наличие соответствующих материалов крепление боковин выполняется фигурными винтами а снимаются они привычным сдвигом к тыльной части и еще пару слов о наболевшем практичности используемых материалов так пластик и металл отлично собирают отпечатки а благо в глаза они бросаются только под определенными углами да и удалить их не сложно а внутренняя компоновка снова оживила в нашей памяти воспоминания о породистом шведе подобно define s здесь нет тоннеля в нижней части да и накопители крепятся в плоскости поддона они в привычной корзине внизу в остальном все же больше отличий не забываем что рыбка то у нас большая вверху передней части поместится 25 25 дюймовых устройства а при желании данную корзину можно и вовсе снять ниже расположилась пара 120 миллиметровых вентиляторов полностью аналогичных тыльному решению а для накопителей формата два с половиной дюйма приготовлены три кронштейна на поддоне для их снятия и фиксации нужна фигурная отвертка что неудобно более габаритные жесткие диски фиксируются в пластиковых креплениях расположенных уже под правой боковиной и снова без отвертки не обойтись чтобы вибрации от источника питания не передавались на корпус над ней имеются четыре круглые прокладки а еще один смягчающий элемент разместился на стенке на месте отверстия для выходных кабелей расположение которого также говорит в пользу небольших блоков питания поддон может похвастать вырезом для удобной замены габаритного процессорного кулера к тому же сюда поместится любое решение которое вы найдете в интернет-магазинах его высота может составлять 180 миллиметров а любителям красивой картинки из стабильных фпс понравится поддержка видеокарт длиной до 430 миллиметров большие габариты корпуса обеспечивают совместимость даже с парой-тройкой графических ускорителей если в этом есть потребность корпус тестировался с тремя предустановленными вертушками в двух режимах их работы с высокой скоростью 1250 и со сниженной до 750 оборотов в минуту слева отображен нагрев компонентов после 30 минут теста 3d mark fire strike а справа после 15 минут нагрузки в аиды 64 и msi combuster как видно преимущество свободного пространства нивелируется сплошными панелями и слабой общей продуваемостью но это в свою очередь компенсирует тройка вентиляторов поэтому комплектующие здесь не задохнуться хотя и стоит ожидать повышенного их нагрева по сравнению с более вентилируемыми системниками кстати наличие двух режимов работы вертушек нам понравилось даже в номинале они не потревожат слух своего обладателя а при сниженной частоте вращения стоит ожидать увеличение температуры главных компонентов на пару тройку градусов уже при почти бесшумной работе хотя корпус винга blackfish во многом напоминает более известное решение однако и самобытности ему вполне хватает во-первых перед нами устройство в не самом популярном формате full tower а зря для горячих комплектующих такие гиганты в самый раз во вторых строгая передняя панель скрывает за собой пару 525 дюймовых отсеков и переключатели режима вращения вентиляторов а верхняя грань дружит с картами памяти формата sd и micro sd к прочим интересным моментом отнесем наличие шумоизоляции и трех 120 миллиметровых вертушек призванных обеспечить золотую середину между акустическим комфортом и нагревом компонентов понравилось использование толстых листов стали что отразилось в итоговой массе около 11 килограмм к сожалению на вентиляторах явно сэкономили имеем простенькие втулочные решения а приятным завершающим штрихом дизайна является синяя полоса led подсветки которую при желании всегда можно отключить в целом винга blackfish является интересным корпусом который заслуживает внимание покупателя а вот стоит ли он своих 110 115 долларов ждем твоего мнения в комментариях но и не поскупись на лайк за наши старания до новых видео до новых встреч субтитры создавал DimaTorzok